Иктор Бородин. Беларусь далеко не маленькая страна, но нам хватает. Что, следующий? Они говорят совок. Вот это, возможно, тоже интересно. Посмотрим, что там такое. Они говорят совок. Ваш совок в вашем совке, при вашем совке. Совок это такая лопатка для сбора мусора. А мы жили в Советском Союзе. Было там много хорошего, было там много плохого, как и вообще в жизни. Мне кажется, хорошего было гораздо больше. Стоит ли говорить о плохом? Конечно, еще как стоит. Но говорить конкретно, взвешенно, аргументированно. Те же, кто говорит совок, общаются на уровне визга. Сопливого, слюнявого, женского визга. Будьте мужчинами. Судя по последним событиям, оттеняющим мундиаль, мужество потребуется всем, даже женщинам. Скоро и в больших количествах. Да, и не забывайте о том, что те, кто называют Советский Союз совком, рано или поздно назовут Россию рашкой. Мундиаль, это была замечательная штука, когда российские девушки прыгали в трусы любым иностранцам. Каким угодно. Самое интересное... Это был такой праздник проституции. А еще под шумом приняли, по-моему, пенсионную реформу в России. Да, они ввели пенсионную реформу. Самое интересное, во всем его ролике, это его слово, кажется. Он отличный просто блогер. Ему кажется. Ну, если кажется, то нужно креститься, это во-первых. Куда он там потом этот мундиаль припихнул? Советский Союз называется. Ком, но совок это то, чем играть в мусор. Ребята, даже если мы вспомним Советскую Олимпиаду 80, там тоже советские женщины прыгали в трусы любым иностранцам. То есть, в принципе, ничего не поменялось. Но все ролики по одному и тому. Типа, берется какие-то факты, берется какие-то его умозаключения или вообще-то умозаключения. И лепится из этого ролика. Так я тоже так могу наклепать его, чего угодно. Это будет моим мнением, которое мне кажется. Прекрасно. Я тоже, он и ютубер. Я думаю, с этим товарищем все уже понятно. И продолжать не стоит. Нет, я про логику, точнее, я про мышление ватника. То есть, им и всегда нужно оставить в ютубе последний комментарий. Так они хотят возвыситься, можно сказать, на это тем, с кем они спорят. А еще перепить этого собутыльника своего обязательно.